Хук с левой, апперкот или нокаут в начале раунда. В центре бокса снова борьба. На ульяновский ринг приехали спортсмены из республик Татарстан и Чувашия. Регион представила сборная команды юношей с 12 до 18 лет. Среди ребят Артем Шустеров. На турнир пришел только за победой. Признается, соперники серьезные. Однако за парнем преимущество – высокий рост. В занятии я занимался и карате, и ММА. Но сейчас я нашел свое призвание в боксе, потому что мне этот вид спорта нравится. Меня поддерживают, меня говорят – молодец какой ты, смог. Ну, все-таки бокс – это, конечно, не футбол. Здесь переживают из-за того, что могут сильно лечить, то, что могут не выиграть. Все-таки все хотят, чтобы первое место заняли. Никто не хочет второе. Спортсмены сражаются за награды в нескольких весовых категориях. Для самых юных участников турнира бой состоит из трех раундов по одной минуте. Чем выше возраст, тем дольше юноша ведет поединок в ринге. Тактика у всех разная. Кто-то сразу решается обрушить на соперника серию ударов, кто-то напротив. Выжидает, оценивает силы противника. Бокс прежде – это характер. А основное – трудолюбие. И бокс у нас не так травматичен, как о нем думают. Он находится в четвертом десятке по травматизму из всех видов спорта олимпийского движения. Первая оценка – это технико-тактическая и желание выиграть. Бои прошли накануне дня воздушно-десантных войск. Это дебютный турнир на приз 345-го отдельного гвардейского десантно-штурмового полка 104-й дивизии. В будущем соревнования хотят сделать ежегодными. Инициаторами этого турнира были ребята, участники СОО, которые сейчас в данный момент находятся в отпусках. И вот у них такая мысль сошла, то есть за круглым столом, сделать турнир на призы 345-го полка. Ведь знаете, что история этого полка идет далеко в Амганистан. В Остроте он был командиром 345-го полка, герой Советского Союза. Сейчас он как бы уже умер иной. Историю помнит и чтит новое поколение. Для них турнир – не просто возможность испытать свои силы и побороться за звание лучшего, но и способ подать данные уважения павшим бойцам.